всем привет ребята с вами снова я белый копатель спасибо серёге выступает у меня за оператора помогает мне в общем сегодня у нас будет battle battle в общем между двумя пинпоинтерами ну battle или versus как сейчас популярно это пин от гаррета знаменитая морковка и пин от макро ну назовем его не знаю баклажан я так подумал в общем морковка против баклажана будет сегодня сравним по глубине ну и потом я выскажусь вообще как бы сначала тест глубинный до проведем и в конце выскажусь по комплектации по отце ну и как бы дам сравнительную оценку и того и того да потому что это я еще не оценивал на видео она это на моем канале есть обзор с подробной оценочкой так ну давайте с младшего брата так сказать да с новинки довольно таки недавно появился macro pointer турецкая фирма более подробно я не буду если хотите на канал перейдете там увидите разбор его и обзор по программу по настройкам сейчас я включу максимальный режим включаем все включили по программе сейчас посмотрю ну да стоит максимальный режим тут четыре режима чувствительности и три режима поиска звук и вибро просто звук и просто вибро вот сейчас стоит режим вибро звук и четвертый уровень чувствительности максимальный то есть четыре сигнала нам просигнал пин забрались мы под деревья чтобы от ветра нас не было помех так приступим к тесту а точно четыре было давай проверим четыре вот четыре четыре сейчас четыре да это значит три было мне показалось то есть там он доходит до четырех и упирается как бы дальше выдашь не все казалось что 3 да я когда его тестировал тоже сначала думал что 3 то есть а потом на этом четко видно что 4 все берем за тест у нас монетка вот такая вот медяха так ну в общем 4 до носиком это даже на уровне 4 чуть раньше четыре с половиной от четырех до 4 2 где туда сбоку теперь проверим пин в принципе хороший он ловит всей антенной что главное для пинов имеет тоже водонепроницаемость полную до трех метров в глубину можно погружать воду имеется ввиду не в землю ну то есть в принципе хороший пин единственное что вот да не очень удобное расположение кнопок управления ну как бы кому-то может быть понравится а так свои функции выполняет сравниваем как быстро под нашел лучше в общем три с половиной четыре где-то до местами теперь будем сравнивать морковку включается он тоже непонятно а там до сигнал на ждать не на ту давлю все включили так теперь город здесь у него получается на один режим меньше поиска у него есть вибро звук и просто вибро нету режима звук без вибро но он не так важен наверное то есть в принципе я считаю основные режимы это вот вибро звук и просто вибро чтобы не мешать кому-то да ввести потаенный поиск здесь одна кнопка и все переключения действует ей делаются шесть режимов у нее сменных соответственно режим вибро звук слабый уровень чувствительности режим вибро звук второй уровень чувствительности режим вибро звук третий уровень чувствительности Далее идет, ну прям каруселькой, вот далее сменяется слабый режим чувствительности, только вибро. Следующий идет пункт, чуть посильнее чувствительность, только вибро. И следующий пункт, самая сильная чувствительность, опять же вибро. Зайти в режим долгим удержанием кнопки. И в меню, когда заходит смена режимов, будет мигать этот светодиодик. Быстро он включается относительно, вот, ну прям сейчас тест проведем. Это вообще одной кнопкой включается, так же выключается быстро. Все, включился, выключился, включился, выключился. То есть вообще быстро. Тот вот прям надолго. Но это не так важно, наверное, тоже, ну то есть прям там скорость не так важна, чтобы прям быстро на ход. Но все равно приятно. Более понятно. Так, ставим максимальную чувствительность и режим вибро звука. По-моему, такой будет. Сейчас посмотрим. Заходим в меню. Вот у нас меню. Посмотрим, что есть. Три, да? Угу. Вот уже просто провибрировал второй режим вибрации, третий режим вибрации. Первая чувствительность глубины и звук. Вторая чувствительность. Третья. Вот максимальный режим, виброзвук и максимальная чувствительность. Все, приступаем к тесту. Это он вышел из меню. Нормально видно, да? Три, да. Три, да. Три, да. Кстати, у нас не от нуля. То есть там получается четыре с половиной, можете сказать, да? Да, плюс полсантиметра. Четыре с половиной, да. Накидываем. Здесь шесть. Около семи получается. Да, получается около семи. На два сантиметра глубже. Да? Берет. Не на два, а на два с половиной. На два с половиной. Так, если. Тоже, ну, естественно, пин-морковка самая популярная. У него тоже вся антенна ловит со всех сторон. Поэтому проверяем сбоку. Шесть с половиной даже, да? Вот за хвостик. Ну, шесть. Ну, да, шесть небольших. Ну, да. То есть на те же два с половиной, да, там, сантиметров. Да, вот это вот. Ну, то есть побеждает морковка по глубинным показателям. Теперь давайте, что я хотел сказать. Хотел сказать немножечко по поводу, во-первых, включения. По включению, опять же, вот сравниваем. Сейчас я его уберу. Насколько быстро он. Опять же, включился. Выключился. Включился. Выключился. Теперь у этого баклажанчика. Включился. Выключился. 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 Ну, гораздо дольше. Для каких-то людей, возможно, это будет принципиально. Потом у Гарета удобнее кнопка. Все-таки я считаю, что вот это расположение, оно как ни крути, удобно. То, что здесь на один режим поиска больше, и уровень чувствительности аж до четырех сделан, это, как видите, все равно он проигрывает по глубине. Так что трех режимов вполне достаточно. Кнопки удобнее вот здесь нажимать, чем вот здесь. Потому что надо по-любому будет перехватывать руку. Сначала включил, а потом уже поиск. А здесь можно сразу. И этой же рукой вы убираете ее в чехол. Достал. Тут же в чехол. По комплектации, этот, когда я оценивал, то поставил ему троечку за комплектацию. Из-за того, что не было у него нормального чехла. Я сейчас покажу. Вот, собственно, его комплектация. Идет вот такой чехол. И идут две насадки. Ну, там еще кейс идет. Он не особо важен в городе, в комплекте. Вот что имеется. Ну, вот этот чехол, он гораздо удобнее. Всеми проверенный. Во-первых, не надо целиться. Он уже под размер, когда он закреплен на поясе. И ребята, кто пользовался, им говорят, что действительно очень крепко держит. Невозможно сорвать. Быстро вставил, быстро достал. Это удобнее, чем попадать в этот чехол. Во-первых, он всегда будет сжат и придется целиться. В обзоре я говорил, что этот чехол неудобен. Лучше бы здесь сделали такой же. Насадки на носик есть, угара-то нет. Но, возможно, да, со временем это и затрется. Но он слишком красивый, что ли. То есть, чтобы закрывать это. Тут надо более фигурную было насадку делать. Но это, ребята, кто пользовался, отпишитесь, насколько сильно вообще стирается со временем. Но у него тоже есть ребро жесткости. Вот это вот, которым можно где-то подковырять и подкопать. Вот у этого пина ровный носик. Но есть ребро жесткости на насадке. Но это тогда надо носить с насадкой. У Гаррета уже универсальный есть такой. Плюс у Гаррета, можно даже померить, да, сантиметры и дюйма шкала. Правда, не знаю, что мерить этим размером, да. Для чего, как бы, глубину ямки. Ну, глубину ямки. А может, монету ставишь, выкопал здоровую монету, поставил, определил. Ну, может быть, да. 10 рублей. То есть, если нужна линейка, то тут и линейка в комплекте. Вот. Единственное, вот если я здесь поставил тройку за комплектацию, то здесь я поставлю четверку, пятерку из пяти. Четверку нельзя поставить, потому что, опять же, нету непотеряйки. Вот кольцо даже есть у Гаррета для непотеряйки. Но почему они не кладут непотеряйку, я вот в этом вопросе говорил. Собственно, ей там цена 100-200 рублей. И мог бы производитель сразу позаботиться о том, чтобы у вас был еще с карабином непотеряйка. Потому что она важна. Потому что даже при таком чехле все равно он вот так вот можно присесть, и он вытолкнется, и ты не заметишь, как его потеряешь. Вот. Хотя у него есть функция, он там в течение часа, если во включенном состоянии пять минут пролежал без движения, то он начинает сигнализировать. Вот. Но на поле ты в ветреную погоду не услышишь это. Хотя тоже красиво, что вы думаете, для чего вот оранжевый цвет, типа для эпатажа, но на самом деле это тоже важно. Пусть он лучше будет вот такой, чтобы его потерять, и проще было найти, чем вот такой. Такой вот упал, и его не найдешь. А оранжевый найдешь. И в поле, там, на пашне. Ну, максимально он будет заметен. Вот. В общем, за комплектацию Гаррету 4. За качество исполнения 5. За удобство. Я тоже поставлю пятерку. Здесь я поставил, по-моему, 4 за качество. Или нет. Или пятерку. Пятерку за качество, потому что он из вида тоже качественный. И тоже водонепроницаемый, и такой надежно сделан. Но за удобство, четверочку я вроде бы ставил, соответственно, Гаррет у нас все равно, на мой взгляд, Гаррет побеждает однозначно. Опять же, при том, что народная молва как бы его окрестила морковкой, и это тоже говорит о многом. То есть, как бы, дали именно нарицательное, дали кличку. Это говорит о том, что прибор действительно людям понравился. Там есть аськи. То есть, ну, немногие приборы такие культовые становятся, которые заслуживают личное прозвище. В общем, это прозвали морковкой. Вот. Ну, собственно, вот и все. Я думаю, вот такой вот тест. Баттл в баттле побеждает Гаррет и по глубине, и по оценкам. То есть, получается 5-5, сейчас, да, 5-5 и 4, да. Средний балл какой там получается из 3. Я просто не могу посчитать. Поэтому, наверное, на калькуляторе вычитывал. Даже я что-то тоже упустил. Ну, то есть, 10, 14 на 3. Чего разделить? Да. Это будет 2 и... Ну, 2,6 примерно. Не-не-не, 14 на 3. Ой. Это 4. Ой, 4. 4,6, да. 4,6, да. 4,6, да. Я сам уже. А, ну, в общем. В общем, средний балл получается моей оценки для Гаррета. Это 4,6. Ближе к 5. Ближе даже к 5, да. Потому что тогда давай точно посчитаем. Калькуляторе сколько там? Да, так и получается. 4,6, да, да, да. 4,66 периодите. Да. В общем, Гаррет побеждает по средним оценкам. Ну, и по глубине тоже. Единственное, когда вот Серега правильно заметил, что по цене. По цене он, конечно, подороже. Вот. А, еще я не рассказал. Питается он от той же самой батарейки. Тоже от кроны. Закручивается. Единственное, не знаю, вот, ребят, не пропускает он воду? Отпишите, кто пользовался. Здесь вот у него резиновое кольцо. Если здесь закручивается просто, то здесь резиновое кольцо. То есть кольцо и вот такая вот насадка, прокладка резиновая. Мне кажется, вот это понадежней. Затяжка максимально герметичная. А вот здесь вот, ну, не знаю. В общем, отпишитесь, ребят, кто пользуется. По цене получается, по-моему, 9,5, что ли, где-то, да? Вот так вот стоит. Гаррет. И макро стоит где-то 7,5. То есть на 2 тысячи дешевле. Но если вы уже собрались брать какой-то такой пин, вот из этого уровня, а не китайский, то, наверное, все-таки стоит переплатить и взять вот Гаррет. Потому что пользоваться будет удобнее. Ну, это на мой взгляд. В общем, ладно, такой баттл. Как вам понравилось, не понравилось, что вы думаете. Отписывайтесь в комментариях, кто пользуется какими-то другими пинами, да? Пишите, оставляйте комментарии. Кстати, в Ютубе можешь сделать голосовалку, прям в Ютубе, сверху. Да, и вот Серега мне тоже подсказал, есть такая функция в Ютубе, что можно голосовалку устроить. Если у меня получилось, то вы в данный момент где-то видите голосовалку. В правом верхнем углу, да, такой значок, как подсказки. И вы можете прям проголосовать, если вы через Ютуб смотрите и проголосуете. Ну, собственно, голосуем-то что? Здесь из двух пинпоинтер, какой бы вы выбрали, я там, наверное, размещу Гаррет, этот или другой, да? Другой, три варианта. Три варианта. И в комментариях отписывайтесь, какие вам пины, вообще нравятся вам пины. Я сам с пинами особо не ходил, поэтому делаю обзоры такие вот, чисто визуальные. Все? Наверное, все, да. Все, всем удачи, хороших находок, всем пока. Также могу добавить, что пинпоинтеры можно приобрести у Макса в Antiquar32 магазине и прочую поисковую технику. У него действует и промокод. Скажете, что от белого копателя, вам будет скидка или приятный подарок. Ссылка в описании будет на его магазин. Все, всем удачи, хороших находок, всем пока.